Доброе утро, дорогие друзья! Напоминаем, что это программа «Наше утро» и тема сегодняшнего эфира «День полетов». Сегодня мы летаем во все направления, во сне и наяву, в реальности и не только. Ну вот в новогодние праздники и каникулы многие уже готовятся провести в дороге. В центре событий оказываются, конечно же, вокзал и аэропорт. Перелеты становятся все доступнее, а, конечно же, все чаще несут функцию гостиницы. Ну аэропорта превращаются в гостиницы, в рестораны, кинозалы, интернет-кафе и даже детские сады, потому что у кого-то бывают очень большие пересадки. Да, и Челябинский аэропорт стремится не отставать и громко заявила масштабные реконструкции. Уже в феврале 2018 года должно завершиться проектирование новых зданий. Известно, что 8,5 миллионов рублей в три этапа будут перечислены на эти нужды. И что в результате получат пассажиры в плане комфорта и безопасности, об этом мы узнаем от нашего гостя. И у нас в гостях коммерческий директор Челябинского аэропорта Ксения Агафонова. Доброе утро, Ксения. Доброе утро, доброе утро. Ксения, знаете, вот первый вопрос. У нас сегодня тема день полетов. Скажите, вы часто летаете? Очень часто. Очень. Бывает, у меня была неделя, когда было 9 перелетов за неделю. За неделю. Потрясающе. А в неделе 7 дней. А в неделе 7 дней. Поэтому было несколько перелетов в день. Ну что же, Ксения, какие сейчас вот новогодние, я не знаю, может быть, направления самые популярные? Ну, безусловно, это туристические маршруты. Это Таиланд, Вьетнам, Эмираты и Индия. Ну, наиболее популярные именно для жителей Южного Урала. У нас значительно увеличена полетная программа по этим направлениям фактически в два раза. Плюс добавится количество рейсов на Москву, на Санкт-Петербург именно в период новогодних каникул, потому что достаточно большое количество людей у нас летят в совершенно разные страны посетить своих родственников, друзей и просто отдохнуть. А скажите, когда вот начинается вот этот пик перелетов, вот эти новогодние каникулы, с какого приблизительно у вас? Ну, это зависит от, безусловно, как попадаются дни недели, но мы ожидаем, что где-то с 25 декабря уже начнется активный, ну, более активный полет. Ну, а вот в канун Нового года, может быть, я не знаю, будет какой-то сюрприз для всех челябинцев. Скидочки. Да, может быть, скидки какие-то, может быть, Дед Мороз. Я вот планирую 31 утром полететь, вот там как, кто-нибудь меня будет встречать? Меня встретит. Да, ну, аэровокзал уже встречает наряженной елкой, на самом деле, поэтому, ну, мы об этом думаем. Плюс в преддверии Нового года мы планируем, наконец-то, обслужить полуторамиллионного пассажира, и поэтому я думаю, что будет отдельный праздник по этому поводу. Ну, а что нам ждать вот от нового здания нашего аэропорта, что нам ждать после этой инструкции, вот какие новшества будут, или мы уже будем приближаться к Москве по масштабам? Мы будем лучше, на самом деле, да, мы будем лучше. А лучше мы будем на 8,5 миллионов, да? Миллиардов. Миллиардов? Да, да, да. А у меня тут миллионов. Сократили бюджетик? Да, 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 значительно, причем на 8,5 миллиардов рублей. Ну, если на 8,5 миллиардов. Это в три этапа, да. Первый этап предусматривает отдельное стоящее здание обслуживания внутренних воздушных линий, где будет совмещен и прилет, и вылет. Это 16 тысяч квадратных метров, да, светлого, просторного помещения. Это качественно другие просто залы ожидания. Но это будет, извините, это будет реконструкция или это будет прям новое здание? Это будет новое здание. Это будет новое здание. То есть в первом этапе и дальше будут достраиваться именно новое здание. И планируется до какого? В 2020 году будет уже введен. А вот с саммитом, да? Да, да, да. А вот что будет из новшеств 2? Вот в московских больших аэропортах мы видим, что и интернет, и кинозалы, и детские сады, вот как мы говорили. Когда у тебя стыковка по несколько часов. Ну, раз в 8,5 миллиарда, все. Нет, если бы мне дали 8,5 миллиарда, я бы тоже что-нибудь придумал. И вот тебе хочется узнать, что именно придумали. Ну, эта концепция еще в стадии разработки, на самом деле, находится. Да, проект вышел только на госэкспертизу, поэтому мы, когда получим разрешение на строительство, дальше уже будем думать. Ну, это просто, ну, действительно другой уровень обслуживания именно жителей Южного Урала. Ну, естественно, сотрудников станет больше, да? Новые рабочие места, я правильно понимаю? Новые рабочие места, мы планируем наращивать объем, и, естественно, будет увеличиваться количество рабочих мест, и мы планируем расширяться, безусловно. Ну, что ж, мы будем с нетерпением ждать. Хочется только порадоваться за вас, и пожелать, чтобы все сбылось в преддверии новой годы. И летной погоды. И летной погоды, самое главное. Давайте будем летать все вместе. Да, ну, а я напомню, что в гостях у нас была Ксения Агафонова, коммерческий директор Челябинского аэропорта. Ну, а эфир продолжает Николай Калинин и зоосовет.